всем привет с вами ольга дипри и новый видео урок роскошные объемные локоны с фиксированной макушкой к 8 марта специально для вас дорогие мои девочки приятного просмотра и так разделение я выполнила верхнюю зону подколола затылочную зону разделил на две части для удобства и чтобы вам было удобно на себе делать если вы захотите если у вас волосы длинные вы легко сможете переместить волосы на плечи на левое и на правое плечо и накручивать так чтобы вы видели в зеркале накрутку это будет очень удобно и также хочу сразу сказать что волосы предварительно я прогафрировала так как волосы моей модели не окрашенные и довольно таки густые и тяжелые поэтому для того чтобы придать волосам цепкости я подготовила гофре волосы перед накруткой я прорабатываю лаком и в этом уроке я такую новинку сделала раньше я так не делала честно вам скажу это как эксперимент для меня я перед растяжкой локонов для того чтобы добиться такого очень стойкого эффекта так как волосы натуральные очень тяжело поддаются стойким локонам если вы знаете я предварительно наношу пудру на каждый локон небольшое буквально чуть-чуть количество и затем раскрывая волосы становятся более цепкие и растягиваются намного удобнее я вам рекомендую так попробовать и главное чтобы вы не нанесли много иначе волосы начнут склеиваться слипаться приклеиваться пальцы к волосам ну и в принципе локоны будут грязноватые таким образом каждую прядь я немного покрываю пудрой перед растяжкой и затем легко растягиваю одной рукой удерживаю конец локона а второй растягиваю сразу фиксирую лаком лак у меня жидкий как вы знаете я люблю жидким лаком работать вы можете работать сухим лаком тем который есть у вас дома под рукой дальше в зависимости от того насколько густые у вас волосы вы можете разделять на большее количество рядов либо на меньше можно в принципе весь затылок если волосы не очень густые разделить на две части это будет у вас два слоя это будет конечно же быстрее если волосы очень густые как у моей модели лучше дробить на большее количество слоев для того чтобы каждый локон хорошо прогреть и локоны держались очень долго ну прям весь день а это и на следующий день все локоны я накручиваю в одну сторону и вам тоже рекомендую это намного проще вы не будете путаться все крутим по направлению к центру затылка от лица для того чтобы спереди у нас потом был так легкий парящий эффект дальше в предыдущем ряду это не попало видео обязательно перед растяжкой каждый локон я прочесываю сейчас я использую специальную расческу вилку вы можете это делать просто крупным гребешком это нужно для того чтобы волосы так как я накручивала локоны на лак на лакированные волосы некоторые волоски склеились при нагреве и нам нужно разорвать вот это склеенное состояние для того чтобы у нас очень красиво получалась растяжка дальше я нанесла пудру небольшое количество и очень важный момент когда вы растягиваете локоны у лица максимально оттягивайте их на плечо вперед вдоль подбородка для того чтобы спереди появлялся такой классный объем из кудрей вот прям что было ощущение такой шикарной прически чтобы вы в зеркале видели эти локоны спереди а не на затылке чтобы они размещались каждый локон хорошо растягиваю причем обращайте внимание на то чтобы примерно одинаково вы их все растягивали чтобы рисунок в результате был очень красивым то есть если вы уже начали объем натянуть локон то уже и следующие тяните объемно если например вы начинаете раскрывать локон а он у вас путается запутался и не получается красиво сделать растянуть возьмите его прочешите верните состояние пружинки и еще раз растяните максимально красиво все обязательно получится вообще это дело навыка первые ваши локоны могут быть не такие объемные как прям у меня или допустим так как вам хочется вы можете его их слегка просто прочесывать и слегка просто пушить распушать можете даже слегка их просто потрясти они уже немного раскроются и слегка проработать лаком уже будет очень круто что я рекомендую если например волосы у вас намного длиннее у меня у модели волосы где-то посредине лопаток заканчивается длина а у вас может уже длина быть совсем другой может быть длина по пояс я рекомендую тогда максимально долго прогревать притрагиваясь а пальчиком к волосам которые находятся на нагревательном элементе чтобы вы не спалили волосы не принесли не причинили вред волосам да и обязательно подкалывать каждый локонок то есть каждый локон после того как вы накрутили возьмите невидимочка и подкалите ему нужно высохнуть то есть перейти от горячего состояния в холодную и тогда ваши локоны кудри будут но максимально долго у вас держаться и обязательно пишите мне в комментариях если вы будете делать локоны по моему уроку например завтра у нас 8 марта вы на 8 марта захотите себе кудряшки можете меня а потом в stories в instagram отмечать сейчас я укажу на видео и также в описании к видео будут все мои соцсети можете меня отмечать мне будет очень приятно и интересно посмотреть как у вас получилось также пишите в комментариях мне очень интересно сколько продержится ваши локоны особенно если они у вас очень длинные также я прорабатываю каждый следующий локон в новом ряду очень важно чтобы все ваши пряди разделенные на локоны были примерно одинаковыми то есть не так что одну прядочку взяли тонкую а вторую вы устали и взяли более объемную уже прям хочется хотите закончить процесс создания прически и хотите быстрее завершить берете более крупные локоны если вы возьмете более крупную прядь локон у вас будет более крупный и раскроется он намного быстрее ну то есть грубо говоря продержится такие локоны недолго другой момент если вы хотите себе быстро сделать локоны на свидание вас там есть минут 15-20 максимум вы можете вообще все волосы разделить на две стороны на одно плечо на второе плечо и просто разделить их на примерно равные пряди и накрутить от лица и раскрыть так как я показываю на лак будет просто потрясающий эффект и этого вполне достаточно для свидания либо для романтического вечера с любимым такой эффект у нас уже получается смотрите какой объем на контрасте с прямыми волосами они кстати очень пружинистые на пудру я обратила внимание что они намного более устойчивые к раскрытию еще я с моей моделью не связывалась вот интересно сколько она их проносила потому что на пудру я раньше так не раскрывал не делала обязательно узнаю напишу вам или расскажу в одном из следующих уроков я кстати сейчас монтирую прическу для девочки которая с проекта преображения золушка я буквально вчера выставляла этот урок и очень многие написали мне что ждут подробный урок как сделать прическу такой обязательно сделаю буквально может быть даже завтра в честь 8 марта я постараюсь сделать чтобы какая-то маленькая девочка была завтра с прической ну вдруг ну почему бы и нет ну или на выпускной в садик смотрите вторую сторону я максимально быстро разложила ну то есть я максимально вырезала чтобы вам не было скучно потому что все точно так же как с той стороны последние пряди единственный момент что здесь накрутка у меня видите в другую сторону от лица то есть симметрично отражается чтобы рисунок был красивый чтобы парящий эффект был и с левой стороны и справа среди какой объем ну просто еще у нас много-много волос то есть такие локоны хочется конечно трогать такие локоны держится очень круто с такими локонами даже если волосы тонкие если волос немного все равно будет эффект такой роскошной прически и спереди смотрите как круто они прям заполняют зону плеча это очень красиво смотрится если волосы у вас не очень длинны вы можете просто их даже на спинку выложить чтобы не было спереди длины и видно и спереди будет все равно эффект такой парящий объемные утром хочется их потрогать я их и трогаю и сейчас мы перейдем к верхней зоне тут у нас разделение немножечко другие я отделяю горизонтальным пробором прядь который у меня будет уходить на затылок заполнять затылок здесь кстати очень важно если челка какая густота верхней зоны то есть бывает же так что волосы не очень густые в верхней зоне или например очень много волос взято в челку то тогда разделение могут немножечко отличаться но все равно первая прядь с этой зоны у меня всегда идет на затылочек то есть вы когда допустим себе сами будете делать вы просто спереди в зеркало видите вверх прядь поднимаете и накручиваете ее обязательно сниму на себе локоны все хочу хочу обещаю обещаю меня просто волосы сейчас не очень длинные я хочу немножечко их отрастить чтобы был эффект длины и а сниму видео как это делать на себе чтобы вы могли прям по моему уроку делать себе локонки и локонушки и быть красивыми тогда когда вам этого захочется точно так же я накручиваю здесь на две стороны поделила и кручу к центру затылка здесь у меня уже не так много локонов уже три с одной и три с другой точно так же я их прочесываю и буду сейчас наносить пудру и буду растягивать также объемно как и предыдущие слои я постаралась немного вырезать из процесса создания локонов потому что вы меня просили чтобы локон но вот прям было понятно как делать чтобы вы могли останавливать на паузу и повторять поэтому урок получился длинный мне важно конечно чтобы вам это нравилось если вы считаете что урок слишком длинный напишите мне об этом я буду знать и тогда буду вырезать больше из процесса создания потому что в принципе сейчас работа очень похожая но я знаю что многие из вас интересовались раскладкой в зоне макушки то есть как правильно их раскладывать куда оттягивать как накручивать и мне захотелось в этом видео ответить на эти вопросы ваши здесь если к примеру вы накручиваете раскладываете на себе локоны то тогда вы можете оттягивать либо на плечо растягивать чтобы вам было видно в зеркале либо в верхнем положении то есть вы прочесали вверх натянули немножко распушили лаком вскрыли и на затылочек выложили таким образом вы можете себе создавать локоны объемные зоне затылка если например не получается прям подойти к прикорневой зоне когда вы на себе делаете именно растяжкой ничего страшного не переживайте когда локоны делаются на себе можно делать скидки на какие-то небольшие погрешности ничего страшного главное чтобы объем был на концах очень крутой а у его вы легко добьетесь если будете оттягивать локон в бок и видеть его в зеркале вы будете видеть как его растягивать и будете видеть куда наносите лак другую сторону также я прочесываю накрутка у меня здесь симметрично отражена то есть а по направлению к центру затылка точно также небольшое количество пудры и точно также растягиваю здесь у меня центральная зона будет сейчас с небольшим расстоянием и ничего страшного у вас но тоже может быть затем мы будем это расстояние пустоту между локонами центральными перекрывать прядью специальной для того чтобы макушка у нас была фиксированная чтобы даже если ветер там подует если мы наклонимся танцевать как-то будем особенно если а например выпуск выпускница эта прическа я считаю и просто идеально подходит для выпускного балла потому что она очень стойкая объемное подходит ну практически к любому платью и конечно же это танцы это танцы вечера это танцы всю ночь это какие-то прогулки поэтому прическа должна быть стойкой для этого макушку я зафиксирую покажу вам как это сделать последний локон и такой объем уже получается такие объемные воздушные локоны у нас еще будут слои то есть будет еще объемнее следующий ряд я буду накручивать немного иначе если кстати у вас челка то вы уже можете разделять на любимый пробор эту зону на две части и накручивать уже с оттяжкой на плечи у меня челки нет и у меня очень густая верхняя зона поэтому я дальше буду еще несколько слоев вот таким вот образом накручивать и раскладывать эту прядь а так как она у меня уже в зоне макушки прям уже максимально близко к лицу подходит я буду округлять в прикорневой зоне вот таким вот образом то есть как бигуди ушку накручиваю вот таким вот образом накручиваю на плойку и прогреваю каждый локон боковые прядочки я буду накручивать симметрично отражая вот лица с одной стороны и с другой стороны если к примеру волосы у вас очень сильно пушатся вот прям много торчащих волосков вы можете предварительно перед тем как раскладывать использовать продукт солевой спрей либо например я буду вот дальше использовать спрей воск я буду спрей воск использовать верхних слоях для того чтобы добиться максимально чистых локонов так как верхний слой задает тон всей прически а если к примеру волосы у вас вьются от природы то тогда можно максимально близко подходить к прикорневой зоне и даже накрутку делать на утюжок это будет намного удобнее я обязательно оставлю ссылочку в описании к видео с подробным уроком о том как накручивать локоны утюжком я думаю вам будет интересно и вы потом сможете посмотреть и изучить эту технику накрутки и если волосы например у вас окрашенные пористые цепки то есть вы знаете что ваши волосы очень круто держит локоны вам не нужно их гофрировать то есть вы сразу можете приступить к накрутке гофрировать я рекомендую волосы тонкие неокрашенные например если вы хотите добиться большего объема либо большей цепкости в остальных случаях это не требуется сейчас я предварительно перед тем как растягивать и я нанесла спрей воск это специальный продукт для стайлинга который наносится на волосы для того чтобы они красиво чисто растягивались то есть раньше воск был у нас в твердом состоянии в ги в желеобразном таком состоянии а сейчас вот относительно недавно вышел новый продукт в распылителе то есть очень аккуратно он наносится небольшим слоем то есть он не сильно утяжеляет волосы но если волосы у вас очень тонкие то вы будете создавать состояние таких как немного жирных волос поэтому будьте аккуратны с этим продуктом лучше тогда использовать солевой спрей дальше я перехожу к новому ряду смотрите какая какой у нас уже красивый затылок объемный это у меня последний слой на затылок он у меня более тонкие обратите внимание и я буду накручивать все локоны в этом ряду на затылок то есть я разделяю сразу на примерно равные пряди и накручиваю на затылок потому что дальше я их буду соединять в один и из этих локонов я буду создавать фиксированную макушку макушку которая у меня никогда никуда не уйдет я буду крепить ее невидимками и пока локоны у меня остывают на макушке я перейду к лицу и сделаю любимый пробор чтобы не терять время пробор который любит носить моя девочка а у вас тот пробор который любите носить вы и сразу для того чтобы мне волосы эти не мешали я отколю их зажимами для чтобы мне было удобно и ничего не смешивалась и вам тоже так рекомендую делать дальше волосы накрученных локонов я соединяю в руке наношу спрей воск сейчас снова прочесываю и скручиваю такой легкий легкий жгут то есть я его не затягиваю я оставляю объем верхней части видите какой у меня такой пузырь получился и фиксирую невидимками крест-накрест с одной стороны к волосам которые идут вниз на затылочке то есть к локонам раскрытым грубо говоря и мне теперь эти невидимки надо перекрыть кончиком этой пряди этого локона я просто беру невидимкой и подворачиваю и фиксирую невидимкой в тот каркасик там где у меня крестик из невидимочек это очень надежно никогда никуда у вас этот каркас не денется но у меня захотелось небольшой объем еще я растянула ребрышки кто смотрит мои видео уроки тот знает мою любовь к этим ребрышкам из волос если вы не знаете как и делать не делайте если вам не хочется не получается ничего страшного можно просто гладенькая красивая макушечка и теперь я перехожу к самой важной части этой зона у лица вы часто мне пишите спрашиваете как же выкладывать волосы у лица потому что часто возникает с этим у вас сложности обратите внимание на пробор он у меня не прямой для того чтобы спереди не было видно такой взлетные полосы я его немножечко как под углом создала таким изогнутой дугой и тогда спереди у меня никогда не будет видно этого пробора в готовой прическе точно также парящим эффектом я раскрываю на затылок перед тем как раскрывать я наносила спрей воск для того чтобы у меня эти слои верхние были как можно более чистые обратите внимание это прядь у меня закрывает прямо краевую линию роста волос то есть она немного заходит на щечку в моей девочки и вам тоже так рекомендую делать будет всегда намного красивее здесь для того чтобы немножечко создать объем в прикорневой зоне открыть лоб я наношу пудру в прикорневую зону и создаю небольшой начес и дальше накручиваю накрутку также направляю от лица здесь можно делить на 2 на 3 прядочки в зависимости от того насколько много вы хотите видеть локонов спереди тоже небольшой объем небольшая текстура в прикорневой зоне и по длине максимально смещайте спереди у лица волосы на щечку на край брови даже для того чтобы спереди был эффект такой как будто бы вы тонете в локонах но я всегда так на курсах девочкам своим говорю что топите лицо в локонах это всегда намного эффектнее красивее смотрится и последняя прядь тоже на прикорневую пудру я ее начесываю у корней и накручиваю тоже делю на 2 хотя можно было бы разделить здесь и на 3 и на 4 прядочки в зависимости от того в принципе сколько времени у вас у нас уже временем было мало поэтому я уже торопилась мне хотелось успеть до того как солнце сядет сфотографировать все и вот кстати важный момент для того чтобы все это хорошо держалась именно височная зона я подкалываю это мой секрет для вас специально в праздник все секреты раскрываю я все эти локоны всегда фиксирую то есть даже когда выглядит это у меня очень воздушно как будто бы локон сам так лежит вот вы сейчас увидите я сплетаю и потом обязательно невидимкой изнутри фиксирую невидимка в данном случае должна быть очень легкая вот сейчас тоже буду сплетать видите изнутри ныряю и проплетаю чтобы она прям вписалась в соседние локоны и также невидимочкой фиксирую длина 5 сантиметров и чтобы они не были очень плотные потому что они тогда будут утяжелять волосы конечно же лучше чтобы они были еще и в цвет волос ваших то есть или коричневые или черное или если вы блондинка то желтое смотрите какой объем уже у нас получается макушечка такая красивая но мне уже очень нравится моей модели тоже очень нравится объем спереди она довольная была и здесь у меня волос меньше у меня здесь сторона асимметрии поэтому локоны я здесь раскладываю ну вот буквально вот как у меня позволяет объем так и растягиваю максимально тоже первую я смещаю на лицо прядочку вписываю ее в предыдущие линии то есть я смотрю как эта линия красиво выкладывается дополняя предыдущие слои видите спереди как красиво и последний слой тоже на пудру создам небольшой объем чтобы это красиво гармонично смотрелось с другой стороной и точно так же накручиваю и буду подкалывать ну нам с моделью конечно же такой объем понравился интересно мне как вам такой объем может быть вам не хочется такой большой объем напишите мне об этом в комментариях мне это очень важно и не забывайте поставить лайк или дизлайк если вы считаете что прическа не очень допустим подходит моей модели я буду рада любой вашей реакции и уважаю всегда ваше мнение и не забудьте подписаться на мой канал чтобы следить за новыми выпусками каждую неделю у меня выходят новые уроки и каждую неделю я еще и делаю преображение следующее преображение будет она женщине элегантного возраста на очень коротких волосах и с очень короткой челкой вы меня очень долго об этом просили я вот как раз пригласила специально для вас такую модель и буду показывать рассказывать как можно сделать на коротких волосах тоже торжественную форму такая у нас красивая уже получается объемная голова осталось только украсить здесь украшение могут быть и живые цветы если это выпускная прическа или допустим какой-то гребень как вот у меня листики кристальные либо даже без украшений такая прическа будет классно смотреться я надеюсь вам понравился мой видео урок по таким объемным воздушным локонам вы можете конечно это делать намного быстрее так как я вам рассказывала то есть вы можете без начеса делал без макушки фиксированной только использовать технику растяжки вот этих локонов пробуйте у вас тоже все получится и еще раз хочу поздравить всех девочек девушек женщин с нашим праздником с праздником весны женским днем с 8 марта я вас обнимаю люблю и пусть ваши мужчины дарят вам такой букет тюльпанов не только на 8 марта но и в обычные ну а завтра вы сможете попробовать на себе несколько локонов для того чтобы быть готовыми к поздравлениям ваших любимых мужчин с вами была ольга дипри красивых вам причесок и шикарного настроения